Что-то там так горит сильно прям вообще. Зарево от пожара, как выяснилось позже, на магистральном газопроводе виднелось за много километров. Инцидент произошел накануне, поздно вечером. Случайный свидетель Мария Бердюгина, работая в ночную смену на железнодорожной станции, обратила внимание на яркий свет за окном. Вообще очень-очень сильно ярко было. Экран не передает. Но мы с коллегой вышли на улицу, мы думали, бочка взорвалась какая-то. У нас же там рядом тупики. А оказалось, газопровод. У нас всю станцию осветило. Часа три, наверное, выгорало оно. Пожар произошел в 30 километрах от Нового Уренгоя в районе газохимического комплекса. Газопровод принадлежит компании «Газпромтрансгаз Сургут». Как сообщили на предприятии, пострадавших нет. Готовится официальная информация о причинах происшествия. Еще одно ЧП произошло в 80 километрах от Губкинского в Пуровском районе на газопроводе «Харампурнефтегаза». Во время ремонтных работ на трубе произошел выход избыточного газа с последующим возгоранием. Один из сварщиков получил ожоги различной степени тяжести. Пациент доставлен в тяжелом состоянии к нам в реанимацию. Врачи им поднимаются. Прогнозов никаких, конечно, не даем. Пока не даем? Нет, конечно. Перекачка газа на промысле была приостановлена. Сейчас по всем ЧП ведется разбирательство. Подключилась к работе и природоохранная прокуратура. Проводится сбор сведений по фактам возгорания трубопроводов, произошедших 24 октября 2022 года в Пуровском районе. Это не первое подобное ЧП на сложных производственных объектах Ямала. Напомним, прошлым летом недалеко от Нового Уренгоя на заводе по подготовке газового конденсата к транспорту загорелся цех диетонизации. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Юлия Перова, Павел Сморовоз, Роман Демьянов. Время Ямала.